Эту программу транслирует компания Ситивизор. Эхо Москвы и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков представляют программу Маросейка-12. 16 часов 35 минут в Москве. В рамках этой программы, которую мы представляем совместно с ФСКН, у нас сегодня Юрий Крупнов, президент Национальной ассоциации реабилитационных центров. Юрий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Бунтман, НСС Землер. Мы будем говорить о том, как победить наркоманию и какова роль реабилитационных центров в этой борьбе. Знаете, какой нам первый вопрос пришел на сайт в связи с заявленной темой? Пока не знаю. Ваши взаимоотношения с центром Ройзмана? Знаете, интересный вопрос, но на самом деле здесь все очень просто, потому что два года назад, когда была ситуация с Егором Бычковым, вы просто легко можете проверить по интернету, в том числе через блог «Эхо Москвы» мой, мы как раз эту ситуацию очень серьезно раскрутили, и я начал вообще эту раскрутку. И, безусловно, ситуацию, когда государство устраняется от реабилитации, а вместе с тем начинает предъявлять серьезные претензии, по большому счету, как будто это госучреждение с госфинансированием, действующее в системе наличного законодательства, потому что сегодня реабилитация до сих пор вне правового поля. Поэтому в этой ситуации, безусловно, я лично поддержал, просто раскручивал эту тему очень серьезно. И, в общем-то, по большому счету был успех в том плане, что это не закончилось какой-то такой показушной посадкой Егора Бычкова и так далее. Это первый момент. То есть в этом плане я считаю, что нельзя подменять отсутствующее правовое поле, где виноваты и государство, и общество, они вместе, депутаты и так далее. Нельзя просто какими-то, так сказать, приставаниями по отдельным пунктам, по каким-то интересам. Я не хочу обсуждать сейчас, какие и так далее. Это вот первый момент. Но второй момент, да, я был у Евгения Вадимовича, я знаю хорошо Женю Маленкина, и у меня к нему, я не знаю обстоятельств того дела, которое там есть, то есть я не вмешиваюсь в следствие, но у меня к Жене Маленкину очень хорошее личное отношение. Потому что в тех мероприятиях, где он участвовал, и мы просто проводили несколько проектных сессий таких игровых в форме организационно-деятельностной игры, Женя Маленкин показал себя как крайне содержательным, глубоко переживающим за проблему, и мы с ним объезжали реабилитационные центры год назад. То есть это вот как бы один момент. А второй момент, на мой взгляд, есть все-таки вещи, которые меня лично начинают напрягать через два года после ситуации с Егором Бычком. Потому что за два года столько воды утекло, и как бы мы ни относились к отдельным проявлениям, недоработкам, но за два года государство вышло на совершенно, по сути, реабилитационные решения в этой сфере. И на мой взгляд, я считаю, что Евгению Вадимовичу, поскольку он руководитель фонда, ну пора перестать политические вопросы смешивать с вопросами нашего общего дела по реабилитации и по борьбе с наркоманией. И мне кажется, сейчас уже другая ситуация. Поэтому мой личный совет, и с огромным уважением к тому делу, которым он раньше, по крайней мере, занимался, которое я знаю, все-таки надо выходить на серьезные конструктивные сотрудничества с регионом. Это, понятно, двусторонний процесс. Я никого не хочу обелять или обвинять. И это сейчас нет. Мне кажется, Евгений Вадимович немножко перепутал ситуацию двухлетней давности, когда государство совсем не занималось реабилитацией, и новую ситуацию. Вот мне, я советую, да, и когда Евгений Вадимович говорит про то, что вот есть Евгений Вадимович, это борец с наркоманией один в стране, помимо госорганов, помимо других, то когда, ну просто вот у нас, например, ассоциация, мы ядерно отобрали 18 первых центров, 18? Это первые, да, это первые, которые... А сколько у нас всего сейчас центров? Знаете, на этот вопрос никто не ответит, потому что проводились разного рода инвентаризации, реестры созданных. Ну хотя бы порядок. Да, я просто сейчас объясню, то есть цифра такая броет 500 центров, но очень часто, все-таки, так же, как вот у Евгения Вадимовича, например, и у Маленкина, у них, я вот был в трех центрах, то есть формально их можно считать три центра, с точки зрения того, что это занимаются одни люди, объединены один центр. Поэтому здесь, я думаю, реально несколько сотен, вот так просто сказать, несколько сотен. Это тоже дело энтузиастов или это уже какой-то государственный контролирующий... Нет, я имею в виду, было как раз у Ройзмана и Маленкина. А, понятно. И я хочу просто последний момент очень кратко сказать, что и в этом плане, мне кажется, вот, опять же, я понимаю, что вызову там шквал бурю эмоций, вот, но мне кажется, все-таки, уже некрасиво себя противопоставлять другим центрам. То есть, вот, Ройзман занимается борьбой с наркоманией, реабилитацией, а 500 других центров, они непонятно, так сказать, вроде бы где-то там стоят, непонятно, чем занимаются. Я приглашаю Евгения Вадимовича к серьезной совместной работе, и я уверен, что есть все возможности для того, чтобы выходить вот из некоторых клинчей, вот, хватит себя противопоставлять. Вы знаете, мы немножко уходим в сторону от непосредственной деятельности Ройзмана, потому что, я думаю, что в меньшей степени слушателей заботят его взаимоотношения с чиновниками, или его оппозиционная, или какая-то политическая деятельность, или неоппозиционная. Волнует, в первую очередь, эффективность, законность и методы Ройзмана, потому что к методам Ройзмана, его клиник, как раз очень большие вопросы, сложно себе представить, чтобы государство, ну, такое, государство с большой буквы, не обязательно, российское государство, чтобы государство одобряло лечение с, когда человека держат на луке чесноке, прикованном койке, и так далее. То есть, здесь такие, вполне себе, дворовые методы у Ройзмана. Насколько это, насколько это, вот, чтобы завершить тему с городом без наркотиков, вот, центр, насколько вы одобряете, не одобряете именно методы лечения? Ну, за последние годы, на самом деле, очень серьезные изменения произошли. И просто, вот, когда я был в центре в прошлом году, там не было наручников, там были видеокамеры и такая жесткий контроль, но это вещь неизбежная в любой ситуации, даже с точки зрения ответственности за реабилитируемых, то есть, в этом плане. Вот, поэтому я думаю, что тут немножко тоже уже такая мифология создалась, и опять избыточно нам мешающая обсуждать суть вопроса. А по существу я хочу сказать два пункта, вот, с которыми я и пришел, собственно, под эту тему. Первый пункт. Надо четко отдавать себе отчет. Первый. У нас реально в стране нет теории борьбы с наркоманией и самой наркоманией. И мы все, все, и Ройзман, и Ройзман, и официальные наркологи, и официальные другие лица, и неофициальные. И все интуитивно идет. Все интуитивно. Мы просто 20 лет никак не можем очухаться. Только-только начинаем что-то понимать. И мне кажется, как раз государство здесь во многом сегодня уже начинает перехватывать инициативу, и слава богу. Но мы далеки от того, чтобы четко, ясно понимать, как чего бить. Весь мировой опыт прекрасный, который надо знать, изучать, он к нам напрямую не годится, потому что 20 лет назад была одна страна. По сути, не было такого массового масштабного явления наркомании, как сегодня. Сегодня совсем другая страна. И второй момент. Методики везде кривые. Да, есть там Миннесотская более отработанная модель. Есть очень интересные православные центры, где очень бережные методики. Миннесотская модель. Ну, это, так называем, 12-шаговая модель, которая перенесена к нам, по сути, из Соединенных Штатов Америки, где очень важное место занимает общество анонимных наркоманов, анонимных алкоголиков и так далее. То есть это психологическая реабилитация? Да, но скорее это такой очень интересный, постоянно рефлексирующий вид сообщества. Это очень интересная модель. А эффективность этой модели? Она, ну, по общим мировым меркам хорошая. То есть ее нельзя вот так просто огульно как-то ругать, хотя у ней есть свои недостатки. Это отдельно можно говорить. Но смысл в том, что, опять же, у нас никакого реестра реальных методик, вот таких, которые, знаете, описаны, созданы кадры, есть сертифицированные кадры, которые люди говорят, да, я вот представитель этой методики, я готов защищать, готов международную экспертизу. У нас это все предстоит создать. И я вот очень рад, что, насколько я понимаю, президент дал поручение вообще разработать госпрограмму специально по социальной реабилитации. Я лично считаю, это революцией, но... Социальная реабилитация, да. Да, но не надо врать себе и никому, в том числе и, я считаю, там, вот нашим отдельным тоже реабилитационным центром, что вот у них там, они бога за бороду поймали, они все контролируют. Мы в начале пути. Давайте сейчас все вместе сложим усилия, попытаемся здесь прорваться. Смотрите, Юрий Васильевич, извини, Жень. Я просто хотел бы в конкретику немножко. Да, я пока один еще общий вопрос. Не получится ли так, что, как в анекдоте, некогда думать, работать надо, пока мы будем писать эту программу? Как раз наоборот, потому что, с одной стороны, мы должны четко понимать. Вот вы меня спрашивали цифру, давайте условно 500 обозначим, да, несколько сот реабилитационных центров. Они, независимо от наших разговоров, независимо от ситуации, вот вы начали с Екатеринбурга, они работают ежедневно. Это первый момент. И все-таки в основе своей это подвижники, люди, где без общественной инициативы, это просто бы не пошло. Бюрократически невозможно, потому что это не только ненормированный рабочий день, но это нужно некую, так сказать, энергетическую машину внутри себя, чтобы этим заниматься. Кстати, очень много это те, кто до этого тоже были наркопотребителями и наркозависимыми, тоже очень много руководителей таких центров. Это очень важный момент. Я бы сказал, что, как ни странно, это люди элитные, потому что они испытали и прошли весь ужас вот этой бездны. И я лично глубоко уважаю вот таких людей, которые не просто вернулись в общество на таком как бы прежнем горизонтальном уровне, а они стали подвижниками. Они в 5-7 раз больше работают, чем другие работают. И если хотите, эти люди во многом, я бы сказал, такой в социальном плане элитный слой. И это тоже важнейший момент. Поэтому дело не в том, что говорить, работать. Люди работают, но без того, чтобы в государстве мы не создали... Вообще слово социальная реабилитация отсутствует, законодательность, понимаете? То есть, когда люди занимаются, оно отсутствует, законодательность. Есть учебники, и можно показать, вот принести, я бы знал, принес учебники социальной реабилитации. А в правовом пространстве социальной реабилитации нет. То есть, все, по сути, работают не то, чтобы антизаконно, но, по крайней мере, азаконно. Понимаете? И так далее. Я вот... Давайте к конкретике. Есть, насколько я понимаю, есть несколько разновидностей реабилитации. Да, просто логическим путем. Это социальная реабилитация, да, интеграция в общество уже после излечения, разумеется. Потому что социальная реабилитация, это уже после излечения, традиционно, наркоман, это все-таки считается для государства, он элемент асоциальный. Это раз, это, наверное, последний этап. От конца идем. Психологическая реабилитация. Не так немножко. Занимается ли у нас психологической реабилитацией? Не так. Во-первых, вы знаете, Евгений, это вот то, что вы говорите, и очень интересная версия. Это вообще, на самом деле, предмет гигантской борьбы сегодня. Потому что у нас есть определенная своя ситуация, специфика. У нас фактически 50 лет в стране существует система наркологической медицинской помощи. То есть это медики. И, конечно, созданная система, очень мощная, квалифицированная. Часто, очень часто есть соблазн, чтобы подмять под себя всю проблематику освобождения людей от наркозависимости. То есть это у нас действенная система. Действенная в том плане, что в той части, которая касается детокса, касается медицинских вещей, это квалифицированные, грамотные люди. Я уж не говорю про низовых людей, которые в районах находятся нашей страны. Там, опять же, подвижники. Вот когда мы говорим наркология, те же люди, которые находятся в районах даже крупных городов, на земле работают. Это 99% подвижники. Но это медики. А болезнь, понимаете, это все-таки только часть, на самом деле, наркомании. Не случайно, например, многие в мире считают наркоманию социальной эпидемией, социальной. То есть вопрос-то наркомании заключается не в том, что там у человека настроение плохое, а это все придумки. Основной момент, что жесткая эпидемия и втягивание людей в наркоманию ради получения дохода теми, кто это делает. То есть в этом смысле проблема исходная, это все-таки социальная реабилитация как основная часть. А вот так в этом сегодня проблема. Потому что медики говорят, да нет проблем, хотите реабилитацию? Я имею в виду медики высокостатусные. То есть не подвижники, а высокостатусные. Говорят, хотите реабилитацию? И высокооплачиваемые. Скажем так, мы давайте сделаем где-нибудь пристроечку к нам, к наркодиспансеру или наркобольнице. Здесь сделаем отделение одно, закроем, напишем. Реабилитация, да? Даже мне рассказывали, не буду врать, не могу гарантировать, но рассказывали даже такой великой койки реабилитационной. То есть среди палаты койка, она реабилитационная. Здесь просто лечебная, а здесь койка реабилитационная. И это, конечно, не выход. Потому что медицина имеет свою ограниченную часть. А там, где человек должен восстанавливать ценностной план своего сознания, то есть вообще входить в коммуникацию, в ценности, переживать эти ценности, в сообщество, самое главное, в сообщество, то это социальная реабилитация, ресоциализация или по ВОЗ социальная реинтеграция, допустим. То есть в этом плане вот то, что у нас пока в законодательстве никак не зафиксировано, то, к чему сейчас государство начинает подходить. И в этом плане я надеюсь, что следующий год, и это, кстати, было заявлено на круглом столе в Государственной Думе, следующий год будет годом социальной реабилитации наркозависимых. Но социальная реабилитация, я понимаю, что существуют проблемы у общества. Да, это социальный порог, безусловно. Но мы все время уходим от медицинской реабилитации. Почему уходим? Что делается для медицинской реабилитации? Есть такой термин «заместительная терапия», при упоминании которого обычно чиновников госнаркоконтроля, они не любят вопросы по заместительной терапии, так скажем, мягко говоря. Почему такое отторжение, хотя есть международный опыт? Да, отторжение очень простое, поскольку, опять же, я вот начал с того, что у нас, с моей точки зрения, личной точки зрения, нет теории наркомании и борьбы с наркоманией. И мы находимся на очень сложном вот этом постсоветском пространстве, где все по-другому. Что я имею в виду по-другому? Возьмем, например, Украину. Прекрасно. Вот было несколько лет введения метадоновых программ, на которые просто сегодня подсажена Украина, уже начинает и свой бюджет сначала, это было... А метадоновые программы в Армении вполне успешные. Ну, вы понимаете, что значит вполне успешные. Вопрос же возникает, что мы хотим в конечном счете. Но я к чему это говорю? На постсоветском пространстве, там, где требуются совершенно точечные медицинские воздействия, заменяется достаточно вот таким фронтальным подходом, где, по сути, по сути, уже очень многие люди, есть отдельные гениальные медики, которые как-то по-собому все это понимают. Но фронтально это, по сути, легализованная наркомания. И я полностью согласен с теми, как вы говорите, чиновники или там, не чиновники, я не чиновник. Подождите, там люди не подсаживают новых людей, которые никогда не пробуются. А что с ними делают? На метадон. А тех, кто употреблял героин, их переводят на менее губительный данный... Нет, вот вы рассказываете, говорите, успешный опыт. А мы давайте возьмем страну, которую, ну, никак не упрекнешь, там, в наших каких-то болячек, Швецию. Просто это прекрасно описан модельный шведский опыт. Когда в 60-х годах начался, по сути, начался переход на метадоновые программы, заместительная терапия, как панацею от того, что будет происходить. В 70-х годах шведы схватились за голову, потому что в три раза вырос масштаб наркомании, в три раза, в целом. И, в том числе, сами метадоновые программы стали элементом этой наркомании, как социальной эпидемии, где, в частности, это фиксированные случаи, в том числе была и реклама этих метадоновых программ. Для чего? Поскольку там была масса лазеек, как это превратить, по сути, в легальное, легализованное распространение наркотиков. Но, послушайте, ну, суть-то в другом. Суть в том, что сегодня шведская модель, которая признанная, она, по сути, полностью отказалась от метадоновых программ. Это никак не связано с нашими чиновниками, это 70-е годы, да? Когда они поняли, что основной этот момент заключается не в том, чтобы поддерживать наркомана в его наркоманском состоянии, а в том, чтобы через социальную реабилитацию вытягивать людей в серьезную социальную жизнь, в ответственную. Вот ключевой пункт. Здесь 99% проблем. Если мы хотим подменить эти проблемы проблемой Ройзмана, проблемой метадоновой терапии и так далее, то мы не будем обсуждать суть вопроса. Вот и все. Нет, просто это те проблемы, которые существуют сейчас, да? На практике, да? Нет, не так. Нет, не так. Это не проблема, это то, что просто по каким-то причинам выгоднее обсуждать или раскручивать. Проблема – это то, что касается подавляющей части случаев, связанных с наркоманией. Поэтому в этом плане и метадоновая терапия, она является очень узкой темой, которая не имеет никакого интереса, кроме того, чтобы ее политизировать по то, что вот, смотрите, Российская Федерация, ой, она без метадона. Вот давайте это будем сейчас туда-сюда, так сказать, обсуждать. А реально-то проблемы в другом. Нет, не надо вообще обсуждать заместительную терапию. Нет, а проблемы нет, Евгений. Просто с точки зрения, я просто немножко занимался проблемой проблематизации и постановки проблем. Просто все время вопрос стоит, у общества очень ограниченный ресурс, медиа-ресурс, силы-ресурс, интеллекта. Поэтому вопрос не в том, что не надо обсуждать, а в том, что есть масса проблем, которые, условно говоря, по значимости и то, что касается населения, прежде всего и подростков в том числе, оно 99%. Вот туда вот 99% проблемного поля метадон точно не входит. Юрий Васильевич, а вот в это поле входит ли такая проблема, такой вопрос, как специалисты в области излечения от наркомании? У нас готовят вообще-то? 99,9% проблем касается специалистов, которые освобождают, и слово лечение, я посторожный, я лично, потому что я считаю, что иначе мы... Ну, хотя бы помогают выбраться. Абсолютно правильно. Говорите, у нас по сути, в результате того, что нет институализированной системы социальной реабилитации, у нас специалисты редчайшие, единичные. А в основном народ, ну, куда денешься, они вымываются в другие сферы, они даже начинают работать. А вообще где-нибудь в мире учат тому, как лечить людей от наркомании? Ну, конечно, нет. Ну, во-первых, все-таки давайте мы не будем, опять, если с точки зрения медицинского, у нас прекрасная система. На Западе больше, конечно, чисто психиатрическая помощь, это нету специальной, как правило, наркологической помощи и так далее. Но с точки зрения социальной работы есть гигантские системы поддержки кадров. Вот представьте, например, в Соединенных Штатах Америки целое агентство, федеральное агентство, которое занимается вообще всеми типами реабилитации, в том числе, например, реабилитации бывших заключенных, реабилитация после психиатрических заболеваний, реабилитации воинов, которые были в каких-то сложных, так сказать, боевых ситуациях и должны восстанавливаться в жизни. То есть целое национальное агентство. Поэтому там, естественно, и другое совсем отношение к кадрам, потому что... Ну, а сейчас, сейчас, вот мы начали пытаться, как вот ассоциация, и у нас есть хороший прецедент в Уфе, где вузы идут на то, чтобы потихонечку, ну, надо понимать, Инесса, что это потихонечку, то есть, ну, тут я не хочу ни в коем случае преувеличивать, просто единичные случаи, но они начались, когда есть вузовская система или профессионального там поствузовского образования, нужно это использовать, но вы правы абсолютно, вот это 99% проблем. Спасибо большое. Спасибо. Игорь Крупнов, президент Национальной Ассоциации реабилитационных центров, у нас был в гостях. Спасибо. Вы слушали программу «Моросейка-12». Совместный проект «Эхо Москвы» и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. «Эхо твоего города» вместе с...